виталий приветствую тебя торговая сессия вторника продолжаем обсуждать рынки технически фундаментально говорим о ключевых событиях о трендах тенденциях которые сложились именно адаптируя все еще и под содержание экономического календаря ну что две недели до конца этого года очень сложного непростого ты как еще ждешь рождественская ралли ралли санта клауса какие-то серьезные движения хотя я думаю что ну как минимум можем сказать что мощные движения были заложены еще ранее опять же на прошлой неделе когда составил заседание банка англии федеральной генеральной системы европейского центрального банка и инструменты уже демонстрируют очень неплохой волатильности ну рассчитываешь на то что будут какие-то сюрпризы еще до конца этого года или уже не начинь собственно падать и расти как думаешь виталий так приветствую еще раз ну это такой сложный вопрос да все в принципе у меня есть определенное направление куда я вижу рынок пойдет ли он до рождества но если не ошибаюсь понедельник да следующая потом там новый год иногда бывает движение вот если я то что я припоминаю бывают там под рождество под новый год иногда движение небольшие то есть сказать что их не будет нельзя то есть можно попробовать а там уже как будет ну в общем у нас будет еще одна встреча с тобой на следующей неделе это уже точно прям под закрытие года посмотрим что там будет с рынком с учетом и экономической повестки если она будет интересно в общем держим руку на пульсе ну давай тогда к нашим традиционным с тобой рекомендации начнем с меня демонстрации экрана и первый актив по традиции это индекс доллара за которым я продолжаю очень внимательно следить пекущей котировки 102.17 в целом это четырехчасовой таймфрейм видим то что уже троги подряд ситуация особо не меняется рынку нужны дополнительные триггеры тотализаторы то есть фундаментальные отчеты сегодня пустой экономический календарь относительно но разве что только данные по рынку недвижимости в сша но эта статистика обычно не оказывает серьезное влияние на фондовых рынок и на американскую валюту а вот уже завтрашнего дня будут точнее четверга там годовые данные по на ввп первичные заявки на пособие заработится и под конец недели еще динамика доходов личных расходов потребительской активности и заказан товар длительного пользования эти отчеты могут привнести немного больше волатильности и сейчас хочу отметить что да с каждым днем ликвидности на рынке будет станет все меньше поэтому есть основания полагать что какой-то даже второсортный отчет может стать источником интересных движений поэтому прежде чем опять же принимать решение под закрытие этого года друзья нужно обязательно собственно как и всегда контролировать риски следить за загрузкой депозитов и так далее правило риск-менеджмент и их никто не отменял ожидание по индексу доллара прошлой неделе итоги федрезерва первые сигналы довольно очевидный скорого начала официального отказа от жесткой монетарной политики смягчение монетарной политики даже снижение ключевой процентной ставки есть такое понятие как точная диаграмма это по сути консенсус ожидания того что будет со ставкой а в следующем году не только в следующем году там прогнозы на 1024 25 26 и есть дорожная карта в соответствии с этой дорожной картой допускается что в следующем году ставка в сша может быть снижена 3 раза с текущих 5 и 5 процентов до вот прогнозного ориентира 46 процент я думаю что первое снижение будет в марте поэтому когда мы готовились к заседанию федеризирована прошлой неделе я предупреждал о том что дополнительные сигналы того что все довольно с повышением ставки могут создать идеальную почву для интенсивных распродаж развития неисходящей динамики такого давления на курс доллар пока что так оно и происходит 118 прям заветная цель 100 пунктов ровно 2 пункта с небольшим до этого ориентира прям будет подарок новогодний не только для меня но и для всех продавцов доллара если вот эти две недели этого временного отрезка будет достаточно чтобы индекс доллара продавить до указанного уровня 100 пунктов основания и условия для этого ну не то чтобы есть но как я отметил даже незначительного отчета может быть достаточно чтобы эта интенсивность торгов вырос так еще хотел обратить внимание на британскую валюту потому что будет очень много макроэкономической статистики для фунта во первых это данные по инфляции которые мы ожидаем завтра и под конец недели еще отчет ввп и по хроничной продажи по перспективам британской валюты из-за слабости доллара я вообще сейчас прям верю в риск то что рисковые инструменты смогут выйти на новые максимумы это касается не только рисков валютного рынка но и фондового рынка snp на знак доу джонс у меня прям один ориентир это покупать эти инструменты с целями на новых исторических максимум британская валюта заряжена еще риторика банк англии потому что банк англии на прошлой неделе ясно дал понять что все еще рассматривают возможность повышения ключевой процентной ставки трое из девяти классующих членов банк англии поддержали идею того что ставку нужно поднять еще вот на прошлой неделе но покажет их меньшинство и эту позицию не протащили будем следить завтра за отчетами по инфляции случае сюрприза например либо сохранение показателей на прежний уровень либо может быть предпосылок для роста если они появятся конечно же банк англии может все-таки решиться на еще одно повышение ставки в начале следующего года а поскольку инфляция в англии остается существенно выше чем сша мы это прекрасно знаем и в отличие от резервов банк англии скажем так ни банк англии не европейский центральный банк не могут себе позволить смену даже риторики не говоря уже о действиях которые предполагают смягчение экономической политики я жду 1.28 и среднесрочно скажем 1.30 это ориентир но он уже правда с ожиданиями на отработку в первом квартале следующего года 1.28 мы можем легко увидеть в ближайшей торговой сессии так и что касается еще золота которое я на своих брифингах рекомендовал покупать с текущей котировки 2025 долларов за тройскую унсу тоже владимир составляет желать лучшего последние четырехчасовые таймфрейм потому что рынок сейчас в ожидании чего-то того что должно появиться это что может раскачать том числе и золото но у меня идея покупки золота основана на том факте что я верю в дальнейшее ослабление курса американского доллара в еще большее снижение доходности облигаций и верю в то что рыночный сантимент который пока что находится в таком распределении 40 60 то есть 60 процентов трейдеров шанси 40 покупают еще не такое не тотальное меньшинство чтобы говорить о том что вот точно теперь рынок пойдет в сторону направлении пути на и меньшего сопротивления но настояние меняется я думаю что прим еще одной локальной волне распродаж доллара сантимент пукайман может очень быстро казаться вот в распределении 37 и этот момент можно упустить если не проявить должного внимания прямо сейчас иногда стоит рисковать и возможно сейчас то самое время когда золото копит силы но очень быстро может прорваться выше 250 моя виталий цель до конца этого года это закрепление золота выше двух тысяч пятьдесят долларов за то есть вот на этих трех инструментах я пока остановлюсь если будут какие-то дополнительные идеи это уже следующей неделе поэтому слово передаю тебе так итак по поводу рынка я с тобой согласен на текущий момент аналогично вижу по тем активам которые ты назвал на но прежде чем начать говорить что вижу по рынку пройдусь по прошлым идеям которые я озвучил прошлый вторник и так фунт доллар по фунту я говорил что у нас ключевой уровень был на тот момент 126 ниже данного уровня я ожидал на снижение мы в принципе его получили я называл две цели это 125 124 125 мы сделали но дальше после выхода пресс-релиза поставки мы получили мощный импульс наверх я кстати в тот же день в среду уже вечером записывал обзор на своем youtube канале по поводу того что риторику по всем инструментам валютным там золото и другим я меняю на на большую ситуацию да то есть и советовала рискованно покупать фунт доллар там не было какого-то прям супер супер сигнала но можно было покупать и мы в принципе получили движение наверх на текущий момент аналогично идет коррекция в прошлом импульсе который прошел коррекция сложно сказать закончилась или нет потому что сейчас нет полной информации она может чуть-чуть и затянуться но в принципе я вижу фунт в рост как и ты назвал там 1.28 я думаю что 1.30 возможно до нового года возможно уже после там в первом квартале как ты высказался поэтому по данному инструменту целюсь среднесрочная наверх поэтому ищем точки входа на покупку с текущих можно ли покупать да но я не уверен что у нас коррекция закончилась нету там полного подтверждения ну и понятно не всегда будет какой-то явный красивый сигнал там об окончании коррекции дальше по другим инструментам в принципе ситуация аналогичная тот же австралийский доллар кто торгует я думаю что здесь аналогично у нас есть вот последние три дня такое небольшое накопление по тренду видим даже идет другая коррекция вот если сравнить там евро доллар фунт доллар вот по австралийцу даже нету сил откатить вниз поджимая цену я думаю что на мы сегодня завтра будем пробивать прошло недельный максимум которые у нас были в районе какой у нас здесь максимум получается где-то 067 там 30 условно вот этот максим да посмотрим 067 30 поэтому я думаю что в ближайшее время на мы пробьем и вот этот инструмент стоит покупать дальше по евро доллару аналогично у нас происходит сейчас коррекция сложно сказать что она закончилась но я бы потихоньку набирал евро доллар на покупку с текущих даже если мы немножко откатимся возможно здесь будет какая-то более сложная коррекция вот как прошлый раз вот у нас была такая глубокая коррекция по евро доллару я думал что она чуть-чуть еще затянется но на она поломала всю конструкцию и на текущий момент аналогично я смотрю по евро доллару на такие среднесрочные цели там 1.15 1.20 возможно но это уже будет в следующем году в следующем году но сейчас хорошие цены для покупок возможно еще будет коррекция и поэтому стоит рассматривать евро на покупку конечно соблюдать риски потому что на текущий момент одна ситуация если мы будем ломать от прошлый импульс и не будет подтверждения дальнейших лангов ситуация может поменяться допустим мы можем запилить условно уйти там не с текущих там плюс минус наверх сразу к прошло ну текущим максимумом года там в районе 1.12 1.13 а можем условно еще здесь какой-то такой боковик пилить условно как вот здесь был такой большой да то есть еще вниз вверх вниз и потом только наверх поэтому здесь нужно будет иметь терпение но мне кажется что здесь пойдет рост дальше ну по золоту я с тобой в принципе плюс минус согласен смотрю вверх но там картинка аналогично как и по евро по фунту непонятно полностью закончилась ли коррекция вот еще хотел добавить информации по нефти здесь я вчера ее покупал с понедельника здесь был в принципе неплохой паттерн на покупку плюс у нас как все знают что у нас я не знаю на каком этапе вот сегодня прям информация по красному морю да там заблокировал на этот проезд по каналу на и там и нефтяные компании пока остановились посмотрим чем это дальше закончится но у вчера уже пошли заявления что сша там будут контролировать возможно помогать чтобы там не было захвата или атак на корабли какие-то ну и плюс понятно что это со стороны немножко там этих усид там кем они там финансируются непонятно там возможно плюс минус иран плюс минус и россия тоже как бы частично заинтересована и к чему это может привести к тому что британцы потому что там же бритиш петролиум если не ошибаюсь проезжает часто этим каналом и возможно они будут россии палки в колеса ставить где-то на северном море и потому и скажем этот конфликт может вон око за око да и скажем это может как-то более негативно повлиять на рынок нефти поэтому здесь я смотрю за покупками но не вижу какой-то более такой сильной реакции вот вчера вот пошел хороший рост но его-то под конец дня скинули значит нету ну рынок не чувствует какой-то угрозы с этого с этой стороны возможно потому что у нас плохие данные по китаю уходят и в принципе по другим странам и как бы возможно смотрят на снижение там производства и меньше будут задействованы нефти да здесь нужно аккуратно покупать потихонечку возможно здесь будет какое-то развитие там хорошего роста ну и нужно понимать что здесь очень сильный тренд вниз я возможно там и и ошибаюсь в этом поэтому риски соблюдаем потому что у нас тренд нисходящий вот пока мы еще выше у меня пока ключевой уровень в районе там 75 пока мы еще выше данного уровня минимума понедельника я еще за покупки если мы здесь будем сильно проваливаться то дальше я буду выходить с этих покупок ну и принципе по другим инструментам еще хотел затронуть рынок криптовалют биткоин так по биткоину у нас плюс минус здесь такая сильная волатильность достаточно я за ним вот как раз начал еще с выходных наблюдать хотел купить но сигнал появился только сегодня ночью на закрытии дня вот видно хорошо такой пин бар такой молот молот мощный закрылся я думаю что возможно по биткоину мы еще будем переписывать максимумы которые у нас были в текущем месяце там в районе там почти 45 тысяч поэтому стоит присмотреться к покупкам ключевой уровень поддержки 40 условно 41 вот пока мы выше данного уровня еще за покупки если мы будем дальше зажиматься к данным уровнем то здесь возможно какой-то я не исключаю может быть и разворот поэтому этот уровень ключевой поддержки если мы снова там сегодня завтра сильно сольют и будут будет моделька на пробой данного уровня то скорее всего здесь криптовалюте настал там на ближайшее время какое-то там снижение ну и все Виталий спасибо тебе за рекомендации ну что в целом кстати по нефтяному рынку очень интересно тоже посмотреть за развитием этих геополитических рисков потому что действительно все закладывается в качестве премии за риск перебоя поставок и так далее то что будет в красном море да многие уже отказываются вообще двигаться в этом направлении и ищут альтернативные пути но мы понимаем что если не через советские каналы то это какой-то невероятный уже маршрут со всеми утекающими отсюда последствиями в виде издержек поэтому да есть серьезные предпосылки для такого значительного сокращения глобального предложения ну посмотрим в общем как будут развиваться события пока что да рынок нефти пользуются спросом но у меня просто еще один индикатор это рыночный сантимент я за ним перейду сейчас вот прям там такая картина интересная вроде как фундамент за рост а сантимент я вижу то что как раз большинство покупках сейчас сидит по бренду и по WTA поэтому пока ну лично мне кажется что нефть может перейти к локальной коллекции очень быстро причем тем более ты сам отметил что благосрочный тренд пока остается нисходящим ну в общем здесь пока такое расхождение точки зрения но наверное но и к лучшему Виталий я тебе как всегда благодарен то что нашел время подключился спасибо тебе за твои рекомендации за идеи сделки тебе тоже хорошего трейда в рамках этой недели ну и уже увидимся на заключительной неделе этого года во вторник можем даже подвести итоги что там по тренду долгосрочно произошло и наметить какие-то прогнозы на будущий год если уделишь время будет супер спасибо тебе все пока удачи